В гостях Утро Донбасса Евгений Игоревич Нагиба, старший преподаватель кафедры техносферной безопасности Института гражданской защиты Луганского государственного университета имени Владимира Даля и Данил Глушенко, абитуриент Института гражданской защиты. Доброе утро. Ну и тема нашей сегодняшней беседы это ваша поездка в Ростов-на-Дону. Собственно, зачем и почему, я думаю, вы расскажете нам сами. Расскажите, что это была за поездка, что за соревнования и как, собственно, все прошло. Ну, со 2 по 8 проходили эти соревнования. Это был отбор... Со 2 по 8 июля, в принципе. Да, со 2 по 8 июля. На отбор чемпионата России. Принимало участие 8 лучших команд Южного федерального округа. И там участвовало 150 человек. 150 человек? Да, да. Это командами идет, либо же каждый сам за себя? Да, да, команда. В каждой команде там по 10 парней, 4 девочки, ну и команда юношей. Команда взрослых у нас заняла общекомандное третье место, хотя до 4 дня мы шли на первом месте. Ну, у нас немножко там подвело боевое развертывание. С 4 дня, то есть что-то пошло не так. На 4 день, да. Это уже заключительный день был. И все решало дисциплина боевое развертывание. И у нас немного подвела нас мотопомпа. И мы с первого ушли на третье место. Ну, мне стало интересно, как это так? Столько дней. И вот на 4 день что-то пошло не так, но что-то случилось. Но мы к этому вернемся. Можно с первого дня, чтобы окунуть наших телезрителей в эту атмосферу? Как все это проходило? Вот первый день вы приехали на соревнования и? Первый день приехали на соревнования, была у нас боевая эстафета. Что включает в себя боевая эстафета? Боевая эстафета включает 4 этапа. Первый этап преодоление домика. Второй этап преодоление забора. Третий этап преодоление бума. Четвертый этап это тушение. То есть человек бежит, хватает огнетушитель, тушит и финиширует. А преодоление домика, забора, это, надеюсь, не горящего и домика забора? Это просто для начала. Первый день такой, спокойный. Ну, такой, и спокойный. И спокойный тоже. Да. И мы, получается, в первый день мы выиграли эстафету. И с этого все и началось. Второй день. Второй день у нас была штурмовка. Это преодоление башни, учебной башни. И ребята тоже в этот день достойно выступили. И общекомандная были на втором месте. Тоже, вот лично для меня, мне интересно, вот эта штурмовка, какое здание, какая высота? Лестница, штурмовая лестница, четырехэтажное здание. То есть, с первого по четвертый этаж поднимаешься. Ну, то есть, бежишь по лестнице. То есть, там как это получается? С первой на второй, потом со второго на третий переставляешься лестницей. На третий, с третьего на четвертого. Да, да, да. И какая скорость должна быть в идеале, и какая скорость была у вас? Ну, 14 секунд. 14 секунд. Это ты стартуешь со старта, 30 метров бежишь, потом подвеска, два выброса и финиш. Ну, это круто. Я считаю, что это очень быстро на четвертый этаж подняться. И вот это был, получается, второй день. Второй день, да. В течение всего второго дня занимались именно вот этим упражнением. Да, да. Уграждение. Третий день. Третий день, преодоление 100-метровой полосы. Вот Данил может рассказать. Он стал чемпионом по преодолению 100-метровой полосы. Данил, расскажи вообще изначально, почему пожарно-спасательный спорт? Брат. Брат? Да, ну, его забрали на пожарно-спасательный спорт, и он меня начал забирать тоже на тренировки. Ты рад, что он тебя забрал? Расскажи свои эмоции о поездке. Положительные, да. Что было самым сложным, что было самым простым? И, собственно, как выступил сам ты? Простого там ничего нет, там все сложно. Каждый этап, отработка. Самое тяжелое было собраться с мыслями. Успокоиться, собраться, потому что была конкуренция серьезная, как я понимаю. Да, да. Адреналин в голову нормально. Так дай тогда пару секретов, как можно собраться, успокоиться, когда вот такой ответственный момент. Глубокий вдох-выдох, становишься в колодке, и все, ты уже отключаешься полностью. Все, уже вижу цель, не вижу препятствий, как говорится. А в этом спорте как раз-таки это лучше всего препятствий не видеть, а перебегать их, да? Хорошо. И вот 100-метровка была. Это просто пробежать 100 метров? Нет, нет. Не просто пробежать? Нет. Преодоление забора, ну ты бежишь там метров. Двухметровый забор? Да. Перепрыгиваешь двухметровый забор, подхватываешь рукава, бежишь по буму, соединяешь ПТВ, соединяешь ствол и финиш. Вот за сколько ты их пробежал? 16 секунд. Какое место? Первое. Первое место. Ну мы поздравляем, это очень похвально. Это первое твое соревнование было или ты уже участвовал? Участвовал. Сейчас, как я понимаю, эти соревнования были для того, чтобы понять, кто попадает в сборную России. Нет, это соревнования были для того, чтобы отбор на чемпионат России. На чемпионат России отбор. С первого места команда попадает на чемпионат России, это взрослые, и едут в Вологду. В Вологде, там мы ждаем, соревнуются самые сильные. И после этого формируется сборная Российской Федерации для того, чтобы выступать на чемпионате мира. Вот три дня, которые прошли, были насыщенными, серьезными. Ты стал победителем в третьем дне. Четвертый день, вот как раз-таки тот день, когда что-то произошло не так. Что случилось? Ну, получается, там жеребьевка, и на жеребьевке мы вытянули восьмой билетик, то есть мы бежали восьмыми. И, получается, все команды уже пробежали первую попытку, и мотопомпа начала немножко выходить из строя. Мотопомпа? Мотопомпа, да. Кто это? Как выглядит мотопомпа, чтобы телезрители тоже понимали? Ну, это, получается, такой вот… Большой предмет. Ну, это как насос. Насос. Да, мотопомпа – это как насос. Получается, противень, туда набирается вода, всасывающие рукава, вот. Рукава разворачивается, линия, ребята садятся на позиции и со стволов бьют в мишени. Там мишень, и когда мишень водой добирается, и там срабатывают маячки. О том, что кто-то уже добрал в нужное количество. И, получается, два ствольчика заливают, вот. И когда у одного-второго маячки загорелись, то, значит, упражнение выполнено. Вот. Но у нас так получилось, что у нас развернулись ребята очень хорошо, вот. Но вода, выход воды со стволов был слабый. Ну, то есть, мотопомпа работала сильно, но почему-то она не давала… То есть, это была проблема в самой технике изначально. То есть, вы подготовились хорошо и сделали то, что нужно. Максимально, да, максимально. Развертывание всего этого шланга, помимо рукавов. Правильно это наруковалось. Развернулись хорошо, но почему-то мотопомпа не выдавала то давление, которое было нужно. И, в общем, нужные баллы для вот этого зачёта вы потеряли время. Да, очень много времени потеряли. И поэтому мы, получается, первому месту проиграли там около трёх секунд. Ой, первому месту около трёх секунд, второму месту там… Доли секунд. …ещё меньше, да, там полторы секунды. То есть, там немного проиграли. Это был четвёртый день? Да, заключительный день. Это четвёртый день уже был заключительный? Да, четвёртый день, да, это мы уже, да, заключительный. На пятый это уже было, наверное, заключительная, заключительная часть. Четвёртый день нас… Нет, четвёртый день, получается, после боевого. Был подсчёт баллов, вот, кто какое место занял. Ребят наградили, вот, всем сказали спасибо. Вот, и мы вечером собрались, поехали домой. А как вот проходили эти соревнования, там, возможно, была там музыка, либо всё происходило максимально серьёзно, потому что сам по себе спорт такой… Ну, серьёзно, очень серьёзный травмоопасный спорт, этот я сам по себе, как бы, я тоже являюсь мастером спорта, пожарно-спасательному спорту. Это очень опасный спорт. Я в своё время получил тоже очень серьёзную травму, разрыв ахила. Это, я знаю, такой травмоопасный. Я год восстанавливался, после, как я восстановился, дальше продолжал выступать. С какого возраста можно попасть в этот спорт, и вообще на этих соревнованиях какой был самый младший участник? Самый младший и самый старший? 12 лет. Ну, 12 лет, да, там, вроде. 12 лет был самый младший участник, который присутствовал. А с какого возраста можно пойти? Данил, с какого возраста ты пришёл? С лет 10. С лет 10? Да. То есть набор, в принципе, в группы идёт как раз-таки с этого возраста? Да, да. Ну, можно чуть постарше, там уже на рассмотрение тренера будет смотреть, как бы, потому что этот спорт не каждому подойдёт. Очень трудоёмкий и очень тяжёлый вид спорта. Ну, тогда сразу такой вопрос. Вот 10-летний ребёнок приходит на тренировку первую. Как выглядит тренировка для него? Он так же, как и остальные на четвёртый этаж? Хорошо, папа, полетели. Или как это выглядит? Нет. Ну, ребёнок, во-первых, должна быть координация. Пробежать по буму – это как бы не так просто. Также можно бояться высоты. Первые тренировки, как приходят, дети приходят и около месяца ходят, смотрят, присматриваются, нужно им это, не нужно. Также присматривается тренер. Подойдёт этот вид спорта? Не подойдёт, потому что некоторые боятся высоты. По лестнице дети выше первого этажа не поднимаются. На первый этаж потихонечку посмотрели. Это уже взрослые. А вот сколько нужно лет тренироваться для того, чтобы начать делать такие серьёзные упражнения? Ну, это всё индивидуально. Это зависит… От показателей. От ребёнка, который занимается. Есть некоторые, схватывают очень быстро. Там очень технические же. Даже штурмовка – это очень технический вид. Там надо годами работать, чтобы понять всё. И всё время, каждый раз, сколько ты будешь тренироваться, каждый раз ты будешь что-то новое, 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 новое познавать, потому что на месте не стоит. И всё. Где-то там увидел, где-то там увидел себе. Присмотрел. Вот это хочу сделать так, это так. Каждый раз прогресс идёт, идёт, не стоит на месте. Вы сказали, есть девушки в ваших командах и вообще в этом спорте. Как девушка выглядит в этом спорте? Она делает то же самое, что и мужчина, либо же у них как-то по-разному идёт разделение? А как это выглядит? Что за разделение? Ну, у девушек, к примеру, на стометровой полосе, вот, у них не забор, а барьер. То есть, если мужчины двухметрового преодолевают, да, они его перепрыгивают и хватают рукава. Также у них бум ниже намного. А в дальнейшем всё так же преодолевают. На башне, к примеру, они бегут со старту не с лестницей, а лестница уже подвешена на башне. То есть, они стартуют, подбегают и финиш у них в первый этаж. Не в четвёртый, как у мужчин, а на первый. Ну, и как проявили наши девушки, наша команда в этот раз себя? Ну, очень даже сильно. То есть, они показали достойные результаты. Алена Шернина заняла второе место на стометровке, а на башне она стала третьей. Да? Третье место. Ну, это хороший показатель. Да, это сильный показатель. То ли ещё будет, как говорится. Да. И я желаю вам новых побед, реализации всех ваших планов, новых хороших спортсменов и, естественно, участия в сборной России. А нашим телезрителям я напоминаю, что в гостях «Утро Донбасса» был Евгений Игоревич Нагиба и Данил Глушенко. Хорошего вам дня. Спасибо. Это «Утро Донбасса». Не переключайтесь.